Здравствуйте, с вами Ирина Бондарь. Приступаем к общим настройкам сайта. Переходим в раздел «Параметры» и выбираем «Общие». Меняем название сайта. Если вы уже придумали изначально хорошее название, можете не менять. Это тот заголовок, который будут видеть люди, зашедшие на ваш сайт. Далее, краткое описание. Здесь необходимо четко задать описание сайта, то есть о чем он и помнит, что максимальная длина данного поля – 255 символов. Следующие два поля оставляем так, как они формируются по умолчанию, потому что мы не хотим, чтобы адрес сайта отличался от директории установки WordPress. Далее впишите сюда адрес администратора. Следующий пункт, на который здесь необходимо обратить внимание – это членство. Если вы планируете на блоге использовать функцию регистрации посетителей в дальнейшем, то следует отмечать данный чекбокс, а в выпадающем списке оставляйте роль нового пользователя – подписчик. Ниже устанавливаем часовой пояс. Ниже выбирайте формат даты и времени, который вам больше нравится. Подробная документация, вот ссылка. Я оставлю по умолчанию. И первый день недели оставлю понедельник. Все, жмем «Сохранить изменения». Переходим на сайт, обновляемся, F5. Вот название сайта, которое мы только что изменили. И короткое описание. Обратите внимание, что короткое описание не всегда будет выводиться у вас на сайте. Это зависит от того, какую тему вы выберете. Подробно о темах мы поговорим в следующих уроках. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok